Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видео обзор от Паблито. Сегодня мы с вами поговорим о эволюции фонарей Барракуда от известного производителя фонарей и аксессуаров Армитек, а также разберемся как программировать Барракуду серии ПРО, какие есть у нее режимы, фишки. В общем-то, давайте начнем. Несколько лет назад Армитек начала свой путь в стезе поисковых фонарей с модели Барракуда. Она была достаточно мощная, массивная, как по мне напоминала чем-то гранату и светила ярко. И очень многие блогеры пытались убить этот фонарь, переезжали его машинами, танками, всяческими бульдозерами. Я видел разные ролики и ничего не удалось с ним сделать. Действительно, этот фонарь был и остается достаточно монументальным. Но, как по мне, отличительные его черты, это запредельный вес. Вот он действительно тяжелый, массивный и в повседневной жизни такая прочность не нужна. Фонарь выпускался в теплой и холодной версии. В данной коллекции у меня попался в теплый. Вот такой вот был фонарь. Следующее поколение, как по мне, с него началась работа над ошибками в данной версии. Что у нас получилось? Головная часть встала, избавилась от массивности, встала, как по мне, немножко меньше. Сам фонарь стал чуть-чуть короче и произошло, как по мне, важное решение в этом фонаре. У этого фонаря и у линейки. Доберман, предатор, викинг. Теперь одинаковые резьбы. Здесь резьбы не совпадали с этими моделями. И кнопки. Как по мне, такая унификация пошла на пользу. Все аксессуары теперь подходят ко всем фонарям. И действительно за счет этого удалось удешевить данную модель. Фонарь стал ощутимо легче. Также выпускался в холодном и в теплом цвете. В данном случае это холодный. И действительно очень неплохо светил. Также со второй версией появилась фишка. Это короткий корпус на одну батарею формата 18650. Или на два, две батареи для аккумуляторов 123. Что позволяло сделать этот фонарь компактней. Вот. Насколько это нужно, так как уменьшает рентайм, мне достаточно непонятно для поискового фонаря. Но, в принципе, удобное решение позволяет сделать выбор. Третье поколение стало еще короче. Обратите внимание. Ощутимо легче. Порядка 300 грамм. Головная часть фонаря немножко изменила геометрию. Добавились такие вот проточки. Фактическая часть. Вот вы видите, диаметр один и тот же. Поменялась вставка. Видите, центрующая здесь она была такая металлическая. Сейчас в этом черная. Также претерпели изменения. Корпус батарейного отсека. Он еще более облегчен. Видите, он стал более узким к кнопке. Кнопка используется такая же. Также используется такой же короткий корпус. Идет в комплекте. Средством которого вы можете выбрать нужную вам длину фонаря. И нужный, соответственно, рантайм. Фонари серии PRO выпускаются в холодном и в теплом диоде на разных диодах. В данном случае мы с вами поговорим о решении на диодах HXHP35. Где вы можете прочитать, какой используется диод. Вот здесь. Так же, как цвет, кто не различает на взгляд, теплый или холодный. Фонарь используют в качестве источников питания, как я говорил. Или четыре батареи формата 123. Или аккумуляторы формата 18650. Уставим их. И посмотрим, как светят обе версии. Сейчас я приоткручу головную часть, потому что идет сильный засвет. Вот у нас теплая и холодная версия. То есть, что мы видим, что четко сфокусированный HXHP35 и большая периферическая засветка. Все, как и должно быть в классическом поисковнике. Итак, поговорим с вами на примере белого фонаря. Что у нас может данный фонарь. Это 1850 честных люмен. Не честных, а заявленных. 1500 честных. 800 метров дальность. Турбо 2 1500 люмен 1 час. Турбо 1 800 люмен 2,8 часов. Базовый 3 350 люмен 8 часов. Базовый 2 150 люмен 2,2 часа. Базовый 1 30 люмен 100 часов. Светлячок 1,7 люмен 85 дней. Светлячок 2 0,15 люмен 500 дней. Строп 15 Гц 1500 люмен 2 часа. Или строп 15 Гц 150 люмен 44 часа. Длина 262 миллиметра. Диаметр 25,4 сельца. Диаметр головной части 64 миллиметра. И вес 303 грамма. Теперь поговорим с вами, как переключать режимы. Как программировать фонарь. Как он у нас работает. Итак. Фонарь включается и выключается кнопкой, расположенной на торце. При нажатии фонарь включен. При еще одном нажатии выключения. Кнопка имеет достаточно длинный ход. Благодаря чему можно использовать фонарь в качестве источника тактического света. Подавать сигналы. Затем. У фонаря есть у нас охотничьи настройки. Это настройки по умолчанию. Турбо режим. Когда у нас закручена головная часть. Как ли это? Или нет? Да. То есть, когда у нас закручена головная часть. Это у нас турбо режим. И дополнительные режимы переключаются, когда вы приоткрутите головную часть. Перебором. Полунажатиями кнопки. Затем у нас есть тактическая настройка. Она создана для военных, спецназа и всяческих страйкболистов. Которых тоже нельзя опускать. Они тоже. Целевая аудитория данного фонаря. Постоянный цвет, когда головная часть закручена. И строп, когда головная часть частично откручена. Струп у нас переключается на низкий и на яркий головокружением. Как происходит программирование данного фонаря? Вы не менее 10 раз откручиваете и закручиваете головную часть фонаря. Режимы, не режимы, а промежутки между этими функциями. Фонарь должен быть включен. Должны быть не более 1 секунды. Вот таким вот образом. У меня получилось не сразу. Главное не спешить. И у вас все получится. Повод дополнительной режимы я вам уже рассказал. Циклический перебор у нас происходит посредством полунажатий. Кстати, кнопка достаточно мягкая. И чтобы у нас фонарь не включился при контакте с вещами. Вот, приоткрутите ее. И тогда фонарь не будет включаться. Что у нас еще есть из режимов? Это автозапоминание. То есть все режимы, которые вы запрограммировали, они запомнятся. Индикация низкого уровня батареи. Когда яркость станет меньше 20%, диод будет мигать дважды через 30 секунд после включения. Все нам он будет показывать. Вот такие вот у нас режимы. Вот такие вот у нас варианты. Я думаю, что вы, поигравшись немножко с фонарями, разберетесь с ними, какой вам удобный режим. Или постоянного света, или со стробом. Как переключать режимы. Как переключать стробы. Как переключать стробы с низкого. Хорошо, как переключать турбо режимы. В общем-то, все происходит головокружением. Все достаточно просто. Поэтому, подытожу. Фонарь достаточно умный. Фонарь яркий. Фонарь с хорошим цветом. Фонарь, позволяющий выбрать пользователю теплый или холодный цвет. Фонарь яркий. Фонарь на распространенных источниках питания. Фонарь с кучей режимов, из которых пользователь выберет нужный ему. Поэтому, если у вас нет поискового фонаря, обратите внимание на Баракуду. Я уверен, что она покроет все ваши нужды в сегменте поисковых фонарей. Более детально о Баракудах с ПРО и других изделиях от Армитеки расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. И всего вам самого наилучшего. До новых встреч.